Дорогие мастера, всем привет! Сейчас мы с вами будем разбирать вторую тему, это стерилизация. Но к самому процессу стерилизации мы подойдем немножечко постепенно. Давайте сейчас послушаем, как нужно к этому готовиться, что это такое за процесс вообще и зачем он, наверное, нам нужен. Кстати, какая ситуация? Для того, чтобы говорить о стерилизации, сначала нужно сказать о возможных вариантах взаимодействия человека к макроорганизму и тех возбудителей, которые могут вызвать какую-то патологию. Могут вызвать, либо могут не вызвать. Эти возбудители обычно называют микробами, для понимания. Хотя и группа этих микробов, она разнородна. То есть это бактерии, это вирусы, это простейшие теченистоноги и так далее, это монох. По факту существует три варианта взаимодействия человека с микробами. Первый вариант, самый плохой, о нем все хорошо помнят. То есть первый вариант – это возникновение инфекционного процесса. То есть попала бактерия, интенсивно размножается, либо попал простейший, попал вирус. Интенсивно размножается, приносит какой-то вред человеку и проявляются какие-то клинические проявления. То есть классический вариант, например, бактериальной конъюнктивы. Попала бактерия, какой приносит вред человеку? То есть она инфекционно размножается, слизь, гной, человек не видит, глаз закрыт. То есть все плохо. То есть это вариант худший. То есть вариант взаимодействия человека с макроизмом и микроизмом. Второй вариант получше. Он называется условно патогенный. По факту очень много вирусов у нас условно патогенный. Например, возьмем гипотетическую группу. То есть вирусы герпеса, то есть лихорадка на губах, которая у кого-то когда-нибудь возникала или когда-нибудь не возникала. Если мы возьмем людей в возрасте 30 лет, они заражены вирусом процентов в 90-х. Но до того момента, пока у них все хорошо, клинических проявлений лихорадки у них нет. То есть не обсыпают пол в лица, все губы. Это как раз условно патогенные микроорганизмы. То есть до момента определенного соблюдения условий, когда у человека у организатора достаточно защиты, ничего не возникает. И третий вариант – это положительный. То есть это вариант, когда симбиоз. Классический вариант, который он вспоминает, когда новорожденного выкладывают на живот матери, с тем, чтобы кроме ментальных каких-то взаимодействий он получил микрофлору правильно от матери. Потому как правильная микрофлора, которая заселилась в кишечнике, она выделяет, например, витамины, обеспечивает переваривание и так далее. Соответственно, у нас есть три варианта взаимодействия. Вариант первый – это симбиоз, когда все хорошо. То есть когда от человека чего-то получает микроб и человеку что-то дает. Вариант второй – это… Дружелюбный микроб. Да, дружелюбный. Вариант второй – это никто никому не мешает. То есть вот здесь он пока живет, пока у человека иммунная система хороша, он не мешает. То есть он живет вот здесь рядом, пожалуйста. И третий вариант, наверное, наихудший – это развитие клинических правилей. То есть он ухудшает жизнь человеку из-за того, что чего-то нарушает в каких-то процессах. То есть это к тому моменту, какие бывают взаимодействия. Ну и дальше, когда мы говорим по поводу стерилизации, мы понимаем, что наша задача – прервать какие-то пути попадания этого самого агента в организм. Когда мы говорим о стерилизации, мы говорим о прерывании пути попадания. То есть клиент – мастер-клиент. И когда мы говорим о стерилизации, мы понимаем, что тот путь попадания, который мы прерываем, это связанный с кровью, то есть гематогеном. То есть когда мы работали каким-то инструментом с клиентом, при этом на этом инструменте есть следы крови, при этом нужно сказать о том, что необязательно это видимая кровь, то есть такая красная, полулитра. То есть как ухидуха, да? Да, то есть есть варианты, когда есть сукровица, то есть вот то, что… Видите, вот эта жидкая часть крови, она также инфекционно опасна, как и красная часть, и поэтому это нужно тоже учитывать. То есть, соответственно, этот вариант называется пути передачи, это гематоген и путь передачи. То есть связанный с кровью, тот, который наиболее важно прервать, от клиента, мастера-клиента, да? Теперь уже подходя к вопросу, например, стерилизации. Здесь нужно сказать, что это этапный процесс, то есть он включает в себя несколько этапов. Соответственно, те этапы, которые обычно клиенты как-то помнят, да? Мастера как-то помнят, да? Первый вариант – это когда они вспоминают замачивание, да? То есть это вариант замачивания обычно – это дезинфекция, это дезинфекция химическим способом, да? То есть, ну вот… В принципе, вот мне казалось, что у мастера по наращиванию ресниц, скорее всего, нет контакта с кровью. Ну, получается, что такие могут быть, да? Например, если вот какие-то выделения, если… Ну, здесь… Травма, возможно, да? Какая ситуация? То есть, если мы рассмотрим идеальный вариант, то, что мастер при работе с клиентом умудрился не выдерживать ни одной ресницы, мастер при работе с клиентом умудрился не захватить века, да, то есть не повредить его, да? То, безусловно, у нас из того, с чем контактирует пинцет мастера, да, это только слезная жидкость, ну, которая покрыта весом на ресницах, да? И нужно сказать, что слезная жидкость относится к инфекционным агентам человеческим с низким вариантом передачи инфекционного заболевания, да? То есть, ну, к примеру, у нас есть понятие, сколько нужно попасть в биологические жидкости для того, чтобы чего-то передать, да? Ну, к примеру, для вирусного гепатита С объем крови, который является заразным, от одной сотой до одной десяти тысячной. Но цифры такие странные, одна десятитысячная, это вот если на срезе иглы, то есть вот эта капля, да, которая висит, одна десятитысячная, то есть это очень мало. Это столько должно попасть в крови, чтобы заразить сережную гепатита конце, да? А если рассмотреть слезную жидкость, то там надо, ну, литра полтора, наверное, то есть втереть куда-нибудь, куда может быть какая-то опасность, да? Поэтому, если вот мастер уверенно уверен, что он работал только с слезной жидкостью, вероятность переноса на заболевание, она минимальная, да? Хотя, опять же, вероятность переноса ДНД-кода все равно существует, да? Потому как лично там есть. Вот. А вероятность переноса человека с кровью минимальная. Но сказать точно, что в каждом конкретном случае мастер по наращиванию не будет работать с кровью, очень опрометчиво. Я еще хотела спросить, вот у меня была такая ситуация, девочка пришла, а у нее псориаз, то есть у нее, получается, кругом вот эти шелушения. Вот как нам быть с такими клиентами, получается, надо полностью, чтобы одноразовые эти простыни использовать, то есть для такого человека, безусловно, после него длительный какой-то процесс, наверное, тоже, да? Или, в принципе, это, я просто не знаю, сколько оно переносится, это заболевание. Нет, нет, здесь, смотри, какая ситуация, если вы твердо уверены, что это псориаз, то это аллергическое состояние, и оно не переносится вообще. Не передается, да? Оно не передается, нет. Просто здесь другой момент, что, когда мы говорим о псориазе, да, его клиенте с псориазом, мы понимаем, что изначально у него аллергическая настроенность больше, чем средняя популяция. Угу. Мы должны понимать, что, естественно, как он отреагирует на новый клей, на новые ресницы, на еще что новое, да? И новый патч, там, и так далее, да? У него предрасположенность больше, чем у других людей. У него предрасположенность, безусловно, больше, чем у других людей. А, собственно, передачи заболеваний, нет, мы не можем передать. Если мы уже рассмотрим вообще псориазе, вот передачи, да, то здесь по наследству передается к нему предрасположенность, да? А вы можете здороваться с ним за руку, целоваться, что угодно делать. Так, на всякой ситуации. Я не передаю с ним. Так, хорошо. Давайте тогда еще раз на эту ситуацию, если мы работаем, и у нас одна пара пинцетов, а клиенты, например, задерживаются, приходят один за другим, то есть что делать в такой ситуации? Либо мастер все-таки необходимо несколько иметь комплектов для работы. Ну, здесь какая ситуация? По любым вопросам, которые касаются дисфекции стерилизации, здесь есть нормативная база, да? Нормативная база еще 1999 года, да? Там приказ номер 22, в котором прописаны правила, да? В котором написано по поводу количества наборов для каждого клиента, да? То есть количество наборов для каждого клиента, которое там прописано, это три. То есть у вас должны быть три набора, да? Пришел вам клиент, да? Вы должны понимать, что у вас есть для него три набора, да? То есть, что-то случилось с вами, и пинцет у вас упал, он уже не стерили, да? Хорошо. Что-то случилось, и упал второй. Мы будем надеяться, что… Мы не шарфелировали, мы не стали… Да, мы будем надеяться, что третий, и вы уже все-таки держите, и будете работать за вашим приказом два сторон, да? То есть все будет хорошо. Поэтому количество наборов для каждого клиента должно быть три. Точно так же в этих приказах там подробно прописано по поводу того, какие вы можете использовать приспособления для, например, дезинфекции, да? Например, там прописана ультразвуковая мойка, да, которую вы можете использовать. Там прописано, ну, о том, что у вас должно быть документация на каждый препарат, да? На каждый инструментарий, да? Там прописано о том, что если вы, к примеру, используете там ультро… бактерицидную лампу, да, у вас должен быть сертификат на бактерицидную лампу, у вас должен быть журнал на бактерицидную лампу и так далее. То есть не может быть двух суждений по поводу стерилизации дезинфекции. Все четко прописано в нормативной базе. Там написано о том, что вы должны использовать, например, средства для химической дезинфекции по утвержденной Минздравовой инструкции. То есть, меня перенечки спрашивают, а можно ли использовать, например, вещество А для стерилизации. Я говорю, ну, какая ситуация, я без слова не помню. Вы помните там 300 веществ, да? Ну, берите инструкцию, посмотрите, что написано. Там написано, вещество А может быть использовано для дезинфекции, для стерилизации. Для стерилизации его в таком-то режиме, для дезинфекции вот таком-то. Пожалуйста, вы его используйте. Поэтому все должно быть четко прописано. Если мы говорим о той связке, которая наиболее часто существует, для стерилизации, то есть, наиболее часто обоснована экономически. Чаще всего это химическая дезинфекция. Обычно она совмещена с пристерилизационной очисткой. Обычно для этого используется ультразвуковая ванна. То есть, раствор химического вещества, да. Зачем нужна ультразвуковая ванна? Здесь все очень просто. Она в два раза укорачивает время экспозиции. То есть, она экономит ваше время раз, ну и вам не нужно там тереть щетками там ваш пинцет, да. То есть, мы положили пинцет, и там сколько, 10-15 минут мы достали и работаем? Нет, нет, не достали. Больше достали, это достали. Мало того. Нет, это мы сейчас говорим о этапности, да. Это первый этап, по факту это совмещенных первых два этапа. Это дезинфекция, совмещенная с пристерилизационной очисткой в ультразвуковой ванне, да. То есть, вы наливили раствор, для раствора по инструкции, да. Вы положили туда пинцет, например, да. Вы включили ванну, и через 15 минут его оттуда доставили, да. Промыли, высушили, и в третий этап положили его в сухожар. На определенное количество времени, вот для температуры, то есть, то есть, то есть, то есть, в этом вы сейчас предсказали последовательность вот у мастера по нарочной ресниц, какая должна быть инструкция относительно стерилизации? Безусловно. Просто здесь это один из вариантов стерилизации, которые мастер может использовать. По факту, ну, получается, три ступени. Дезинфекция, пристерилизационная очистка, стерилизация. Ну, здесь, если уже говорить о этапности, да, пожалуй, я бы перед дезинфекцией еще выделил этап ноль, это очистка инструмента от видимого загрязнения, и после стерилизации выделил бы этап, получается, четыре, это хранение стерилизационной санитарии. То есть, по факту, ну, вот, получается этап ноль, удаление видимого загрязнения, потом дезинфекция, потом пристерилизационная очистка, потом стерилизация, потом хранение стерилизационной санитарии. Здесь нужно сказать о том, что вы можете выбрать для себя любой удобный для вас вариант дезинфекции. То есть, пожалуйста, вы можете использовать химическую дезинфекцию, то есть в дезрастворе, вы можете использовать термическую дезинфекцию. Пожалуйста, для сухожара тоже есть режим не стерилизации температурой, а дезинфекцией. То же самое, перецепционная чистка, вы можете там либо терять щетками, либо ультренуговой ванне. Дальше, стерилизацию вы можете использовать химическую, то есть в растворе дезраствор, правда, нам надо больше, чем в дезинфекции. Либо можете использовать термическую, в сухожаре, вы можете использовать комбинированную в автоклаве, то есть там и термическое, и плюс давление под паром. Здесь нужно сказать о том, что вне зависимости от того, какой для себя последовательность вы берете, при соблюдении всех условий, ваш инструмент будет одинаково стирен, вне зависимости от того, какой путь стилизации вы выбрали. Но здесь, почему я об этом так застряю внимание, потому как, опять же, в тех же пабликах, периодически говорят о том, что вот автоклав это наше все, это супер стерилизация, а вот это вот сухожая, это вообще непонятно для кого денег на автоклаве хватило. Это ускоренное, то есть мы можем ускорить этот процесс с помощью этого стерилизации? Нет, ускорить вы не можете. У вас есть определенная этапность и есть прописанное время. То есть, к примеру, вы используете там раствор сурфаниус лимон, вы используете его по рекордации, которая написана в инструкции, если вы использовали его вот такой процент, то у вас время экспозиции, например, полчаса, вы захотели быстрее, не вопрос. В инструкции прописано раствор концентрация больше, время экспозиции 15 минут. Потом при стилизационной очистке, то есть вы его промыли, вы его высушили. Кстати, перед стилизацией обязательно должен быть инструмент сухой. Причем, потому как если вы не сухой инструмент положите в сухожар, он у вас проживеет, если вы не сухой инструмент положите в раствор для стилизации, вы тем самым уменьшите концентрацию раствора. То есть получается, что вы, грубо говоря, долили жидкости в раствор, то есть вы нарушили процесс стилизации. Поэтому главное соблюдать этапность, в данном выходе у вас будет в любом случае стильный инструмент. По поводу хранения здесь все очень просто. Нужно понимать, как долго вы будете хранить, вы будете использовать либо крафт-пакет, либо хранить его просто в ультразвуковом шкафу. Здесь, кстати, по поводу ультразвукового шкафа, нужно сказать, вернее ультрафиолетовый, извините, оговорился, нужно сказать о том, что ультрафиолетовый шкаф это то, что может быть использован только для хранения. для хранения стерильного инструмента, для хранения до трех дней. Потому как, когда говорят, что мы в нем что-то стерилизуем, может быть такого, здесь все очень просто. То есть, если взять этот шкаф, если вот эта вот штука, которая излучает, а вот это вот ваш пинцет, то получается только на верхнюю его поверхность будет действовать излучение, а на нижнюю не будет. Ну и, пожалуй, еще стоит сказать по поводу наиболее частого заблуждения, это те самые глазперленовые стерилизаторы, те самые шариковые, те самые, которые чаще всего любят и чаще, ну, виду и внешне, безусловно. Здесь вопрос в чем? Вопрос в том, что в нем можно простерилизовать, если он держит температуру, если держит температуру только то, что в него поместится целиком. Ну, то есть, если посмотреть вот этот вот глазперленовый стилизатор, то есть его колба, ну, колба там, безусловно, гораздо меньше, то, к примеру, вот эту ручку можно простерилизовать, да? До половины? Нет, нельзя до половины, она должна целиком туда простерилизаться. И поэтому у мастера, ну, у шмейкера, да, он ничего там не может простерилизовать. Это у меня сразу визуализация. Мастер по, например, ногтевого сервиса, когда к ним приходишь, очень часто у них торчат в шариковых до половины инструменты. Это неправильно. То есть, до половины только они получаются стерилизовать. Дальше нет? Нельзя простерилизовать половину инструмента. Ну, я-то понимаю, что это неправильно за факт, что там происходит. Здесь, смотрите, какая ситуация. Если мы уже пытаемся найти что-то, что можно простерилизовать для мастера обучающей индустрии, то в распределенном стерилизаторе можно простерилизовать фрезы. То есть, если их засунуть целиком, тогда она будет стерильная. Это только в случае, если вы купили какой-нибудь приличный распределенный стилизатор, который держит температуру, которую они обещают в 80 градусов. Но я таких, к сожалению, не сильно часто видел. Поэтому, проще сказать, используйте мастерленный стилизатор для стерилизации. Не обманывайте себя и клиента. Нельзя простерилизовать половину пинцета или треть, или какую-нибудь его часть. После этого видео просто появится еще больше капризных клиентов, мне кажется, которые будут приходить по себя под огням и говорят, «Досуньте, пожалуйста, вы туда полностью!» Нет, на самом деле, я могу сказать конкретный пример. Пример из жизни. Все очень было просто. Получается, я хорошо знаю клиента, который ходил к своему мастеру. В конце концов, клиент купил себе набор инструментарий и ходил к своему мастеру. И мастер думал в следующем. Если ко мне ходит клиент, он со своими заболеваниями переходит и уходит. Что это? Я буду вообще стерилизовать что-то. В конце концов, у клиента начала развиваться паралихия. Это воспаление клонокотевого валика. Все очень просто. Безусловно, инструментарий, которым мастер работал с клиентом, он не был стерильным. Если там была, к примеру, какая-нибудь вирусная инфекция, которая могла бы звучать как тяжелая, она там и оставалась. Но там еще присоединилась и бактериальная инфекция. И поэтому, в конце концов, развивалось бактериальное заражение. Поэтому, даже если вы используете конкретно свой набор для себя лично, приходите с ним к мастеру, его все равно нужно стерилизовать. Потому что иначе у вас развивается бактериальное заражение. Ну да, это тоже очень важный момент. Так, и что касается кассетный автоклав. Меня интересует по поводу, что вы скажете, рекомендуете вы именно его использовать или нет. Здесь, смотрите, какая ситуация. Когда мы рассмотрим варианты стерилизации, когда мы уже рассмотрели то, что это действительно нужно, здесь нужно все-таки разобраться с экономической целесообразностью этапа стерилизации. То есть, когда задают вопрос, давайте будем стерилизовать микробраш. Я говорю о том, что у добрых китайских производителей они продаются рубль за ведро. И зачем их стерилизовать? Будет дешевле их купить, использовать и каждому отдать. Такой момент, извините. Дело в том, что меня спрашивают по поводу микробраша. И тоже задавали такой вопрос, можно ли стерилизовать. Я тоже все-таки склоняюсь к тому, что это очень минимально несет затраты. И лучше, когда у клиента все максимально одноразовое только для него. Ну, мне кажется. Ну, здесь это безусловно. То есть, здесь ситуация в чем. Если мы можем работать с клиентом вот этим вот набором, да, если мы можем это включить в стоимость процедуры. Ну, например, да, ламинирование, да, валика пару стоит каких-то денег, да. Все спрашивают, как стерилизовать валики. Никак. То есть, если мы можем включить стоимость валиков в стоимость процедуры, да, мы это делаем. Мы объявляем, что мы VIP. Вы приходите, мы при вас открываем ваши валики, да, и вам их потом вручаем, да. Все хорошо. Поэтому, к моменту у кассетного мотоклавия. С ним все отлично. Он стилизует очень быстро. Он стилизует за 10-12-15 минут. Он очень удобен, потому как вы можете обойти на вот то требование, когда у вас… Несколько этапов, да. Несколько должно быть наборов. Да, вы говорите, что если у вас вдруг пинцет упал, ну ничего, сейчас вы его быстренько простилизуете. Главный вопрос, готовы ли вы заплатить за него сумму, ну, сумма где-то около 5-ти тысяч американских денег, да, и нужно ли это вам, да. То есть, в этом как ситуация такая, я привык, потому что вы должны понимать, какие вы деньги вложили в ваш бизнес, да, и зачем вы это сделали, да. То есть, если вы просто решили сделать все по максимуму, да, ну, то есть, и купили автоклаву и все остальное, да зачем? Ну, для мастера, да, который сидит наращивая дома, это получается не очень интересообразным. То есть, это вообще никак. Дорогие мастера, на этом наше видео подходит к концу. У нас в гостях был Роман Дыба, который проводит вебинары, семинары относительно аллергических реакций, стерилизаций и многих тем. Если вам будет интересно, подписывайтесь в контакт, и я обязательно оставлю под видео. Подписывайтесь на его страничку. Хотите более широко для себя открыть эту тему, приезжайте на мастер-классы, либо встречайте у себя в городе. И, надеюсь, эта информация была вам полезна. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео!